ЦСКА Баскет ТВ День всех влюбленных Ни для кого, наверное, не секрет, что Ты находишься в отношениях, причем очень давно У тебя прекрасная девушка Тася Которой мы сейчас можем передать привет Наверное, смотрит тоже Завтра баскетбол Это фактически для тебя и хобби, и работа Вы как завтра будете отмечать этот праздник? Баскетбол смотреть или все-таки романтическое свидание? Ну, свидание можно и за просмотром матчи устроить О, расскажи, как это, потому что всем интересно Ну, как-нибудь Телефон же у всех есть, берешь, бронируешь ресторанчик И в телефоне онлайн можно посмотреть То есть вы завтра... Нет возможности прийти, конечно, на матч Расскажи, пожалуйста, Мишель или Майкл Эрик Как вы называете его в команде? Новичок, который очень скоро уже появится в составе Что ты можешь о нем сказать? Я его лично не знаю Слышал то, что Уилл с ним играл Слышал, что Тока с ним играл Так мы его сейчас никак не называем Я думаю, придет и какую-нибудь кличку дадим Ну, ты наверняка уже осмотрел какие-то эфиры с ним Какие-то данки невероятные, как он прекрасно Посмотрел я, посмотрел, ввел имя, фамилию Посмотрел статистику, где играл Ну, так интересный довольно человек И я думаю, он должен нам очень сильно помочь У нас Сергей Федоров Сергей Я пытаюсь вас найти Наверное, вы где-то очень далеко Я вот машу, машу, машу Вы мне машете А, Сергей, да-да-да У нас сегодня очень интересный вид эфира Так как я не могу выйти из так называемой Давайте я расскажу, Сергей, одну секундочку Расскажу болельщикам, что происходит Почему мы с вами сейчас не находимся рядом Потому что у нас сейчас есть определенный рекламент И ведущие, игроки, тренерский штаб Все должны находиться в чистой зоне И поэтому мы не имеем возможности Пообщаться с гостями и с болельщиками Поэтому в таком ритме, как телемос Мы и будем сами вести этот эфир Да, Сергей, расскажите, как вам баскетбол вообще? Часто ли вы ходите? Что для вас значит лучшая игра с мячом? Баскетбол, значит, как бы... Ну, вообще нет Вообще для меня это первый поход на игру То есть, ну, у меня с баскетболом связана одна история, конечно, плачевная в детстве Потому что в детстве я очень любил баскетбол Я очень любил маму и баскетбол Больше я ничего не любил Я пришел записаться на секцию, но меня не взяли из-за роста Но у меня метр шестьдесят три, поэтому я не понимаю, почему меня не взяли Очень странно, кстати, это с вашим ростом только и играть И после этого, конечно же, я немножко обиделся на эту игру Ну, или на тренера, на эту женщину, которая меня не взяла Ну, а теперь прошло сколько? Лет тридцать, и я вот вернулся в большую игру Сергей, расскажите, пожалуйста, какие личные рекорды принадлежат вам? Ведь наверняка у каждого человека такой есть Тем более, что вы мужчина, как мы уже поняли, атлетичный Да, атлетичный, но спортивных рекордов у меня, конечно же, нет Какие-то школьные грамоты, только небольшие наградки, забег, не знаю А так у меня, ну, наверное, личные, да, личные какие-то рекорды Я вот, если можно об этом говорить, занялся тиктоком вот буквально год назад И у меня там практически миллион подписчиков Ничего себе Вот я считаю, что мой такой рекорд Сереж, а ты меня любишь? Покупай Что? Да все что угодно, покупай, ты же за этим пришла С чего ты решил? Спасибо Ну а прямо сейчас у нас в студии нашей такой импровизированной, скажем так, появляется наш просто конь Нам совершенно запрещено разглашать имя человека, который находится за этой сеткой Да, и человеком уже его давно не назвать Он сроднился с этим костюмом Ну, рассказывай, какая атмосфера в последнее время? Сейчас, когда снимаются ограничения, стало 50% зрителей Вот что ты лично чувствуешь и как тебя воспринимают? Я хочу сказать, что в последние игры все больше и больше людей приходят на матчи Хорошо, что хоть 50% разрешают запускать на трибуны Раньше было 25, раньше было пуст, пустовато, конечно Будем надеяться, что дальше будет только лучше Все выздоровеют и наконец-то будут полные трибуны Будем работать и играть, и болеть, и выигрывать Молодец, я тебе, если ты не против, буду микрофон засовывать чуть-чуть глубже Попробуй, но аккуратно Да-да-да, я буду очень аккуратен и бдителен Как ты добирался сегодня до арены? Прямо из дома надеваю костюм, и меня везут бесплатно болельщики на руках Все нормально, через сугробы, вообще в легкую А есть что-то такое в профессии коня, что доставляет самое большое удовольствие? А что доставляет самый невероятный дискомфорт? Курьезы, самые главные, это когда начинают активно приставать, отрывая хвост Это мой орган, не трогайте мой хвост, пожалуйста То есть это единственная штука, которая тебя может смутить, когда на тебя вешаются и за хвост куда-то пытаются оттянуть Да-да-да, в основном все остальное, я привык, все нормально, мне нравится эта реакция болельщиков Она в основном дружелюбная, все классно Мне даже не верится, что всего 30 минут остается до старта этого невероятного матча Которая наверняка войдет, друзья мои, в историю, потому что... А вот и команда Цельска, друзья! Да, и тяжело! Лучшая команда любого! Лучшая команда нашей страны! И сегодня она покажет, что такое настоящий пастикол Ну и, по-моему, есть возможность пообщаться с нашей Женей Жень, привет еще раз тебе большой! Приветики! Приветики! Как настроение перед этой игрой? Готовили какие-то специальные танцы? Слушай, у нас танцы всегда есть какие-то специальные, возможно, будут новые сегодня А настроение вообще отличное, но снежное А вот расскажи мне, очень интересно, насколько изменилось ваше отношение к этому всему? Раньше вы танцевали на паркете Прямо за командой, скажем так, да? Сегодня вы танцуете в зале Как вас воспринимают болельщики? Начинают ли они танцевать, как вы? Есть ли какое-то взаимодействие сейчас с ними? Ну, слушай, сейчас, конечно же, мне кажется, болельщикам поинтереснее, потому что девочки стоят прямо рядом с ними Но взаимодействия особого нет, и мы стараемся, конечно, как-то подключить и болельщиков Кстати, помню смешной момент, по-моему, это было или в прошлом сезоне, или в позапрошлом Когда мне пришлось выбежать и танцевать в нижний брейк Это было жалкое зрелище, но всем понравилось и мне тоже Спасибо, Жень, большое! Спасибо! Следующий наш выход в эфир будет уже с новичком, с Майком, так что пропустить это невозможно, друзья Ну и спасибо еще раз, что были с нами Меня зовут Макс Дисюк, это ЦСКА Баскет ТВ Увидимся, верим в команду, ведь ЦСКА всегда будет первым! Молодцы!